С приветом, Набутов! Это правильное занятие вообще. А к ним еще и присоединится Елена Новоселова. Кто по Ленину скучал? Кто по Ленину? Следующий час, пожалуйста. Не по Ленину, а по Ленину Новоселову. Конечно, мы счастливы всем прекрасно сидеть. Вот, и тут, конечно, мы приезжающие на работу и выясняется, что дом 2 закрылся. Ну как жить? Как жить? Ну просто. Действительно, спустя 16 лет закрывается главное шоу страны по-настоящему. Значит, 30 декабря, последний выпуск, мы, естественно, все у телевизоров. Значит, директор ТНТ Роман Петренко объяснил решение закрыть проект с желанием телеканала сосредоточиться на других форматах. Значит, за все это время телевизионное пространство сильно изменилось. В стране появится больше 400 телеканалов. Острая конкуренция за рисковое внимание со стороны социальных сетей YouTube. Для того, чтобы оставаться конкурентно способным, необходимо еще больше сфокутироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ. На том, что мы делаем лучше других и т.д. Еще самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти, сказал Петренко. Значит, телеканал Маш, который знает все на свете, пишет, что речь идет не про полное, слава богу, закрытие, а про некую смену формата. Виктория Бонни сообщила каналу, что ее уже позвали на съемки шоу в феврале. Остатки Дома 2, Вифрин ТНТ, могут быть переформатированы, например, в некое подобие своего ТикТок Хаус 2. Теперь это будет Дом ТикТокеров. В принципе, все то же самое. Так, нет, что такое ТикТок Хаус, благодаря Лешу Пивоварову я теперь знаю. Слушай, на самом деле, мне кажется, что это не такая дурацкая идея для спасения всей истории. Ты делаешь то же самое, значит, эскортницы... Эскортницы-эскортники. Эскортницы, извините меня, трахаются со жлобами, на чем все выстроено было шоу, и в последние годы зашкаливало количество хейтеров всего этого дела, что лишь добавляло популярности. Помните, как Шанель говорила, да, и кто-то из великих, что главное, чтобы о вас говорили. В крайнем случае, хорошо. Про Дом 2 давно не говорят. Слушайте обо мне все, что угодно, главное, не делайте в моей фамилии ошибок. Ошибок, да. И, значит, теперь будет все то же самое, только они будут не выступать, как бы не на телевизор работать, а на ТикТоке, которые моментально будут уходить в сеть. Наши слушатели, кстати, отмечают, что, ребята, они не закрываются, они уходят в интернет, и слушатели пишут, что это очень серьезная попытка оттянуть аудиторию от телека. Нет, а что попытка? Аудитория сама постепенно оттягивается от телека. Потом, на самом деле, ведь интернет не конкурент телевизору, правильно? В интернете мы смотрим многие вещи, которые произведены для традиционного потокового телевидения. Например, те же проекты Дома 2. Они как бы делаются для классического телевидения. Потом размещаются на канале, по-моему, еще канал номер 4, или ТНТ-4, это называется, где они лучше гоняют всякие разные, делают сборки. Там лучшие шутки про женщин, лучшие стендапы такие, лучшие сяки. Все это дело в звуковой дорожке. Уходит на Камеди-радио. И плюс сейчас есть еще у них целая куча соцсетей, где вы тоже там и в Фейсбуке, и там это и в Инстаграме можете смотреть кусочки из того, что производится на ТНТ. Вот и все, из одного продукта делается 155 различных субпродуктов. Вот и все. Просто основной площадкой для Дома 2. Субпродукты в данном случае, Витя, звучит блестяще. Хоботов я все оценила. Ну что, молодцы, молодцы. С точки зрения бизнеса ТНТ, конечно, уже многие-многие годы является самым эффективным и понятно выстроенным телевизионным продуктом. Без дураков. Большие молодцы. Но при этом, ты знаешь, вот пишут, что в интернете у них никаких шансов нет, так же, как у Соловьева, например. Это мы давайте будем поглядеть. Я вообще, вы знаете, вот мы так ругаем, ругаем, поэтому я думал, я решил... Ребята, так как большинство из вас наверняка периодически просматривало Дом 2. Ты сейчас шутишь? Как нет? Ты сейчас шутишь? Как нет? Правда? Как умер? Умоляю. Скажи, что ты сейчас шутишь. Ну не важно. Не знаю, хорошо следили. Успокой бабушку. Следили за судьбами героев. Переживали им и так далее. Я хотел узнать, а чему хорошему вообще Дом 2 нас научил в этой жизни? Он принес какие-то нравственные ориентиры? А, ребят, ну это вопрос ради вопроса. Можете не обращать на это внимания. Почему? Ты уверен, что будет ответ? А почему? Многие... Вот так, как там, делать нельзя, например. Вот доченька, посмотри, пожалуйста, вот эта новая серия. Вот этот вот мудила, а этот, извините меня, а это шалава. Вот такими быть нельзя. Плюс 7903-797-6333, смс-портал, ватсап-вайбер, друзья, телефон прямого эфира, 730-101. 16 лет безумия закончились, пишут наши слушатели и интересуются, а как так за эти годы у них удалось построить им всего один дом? В общем, они его давно-давно, по-моему, закончили строить, у них же еще какая-то была точка съемочная, довольно дорогая, где-то на Мальдивах или на Сейшелах. Вот, и что-то еще и какая-то... В смысле? Ну, у них же еще... Они же где-то здесь на Истре базировались. Нет, это основная площадка съемочная на Истре, здоровая, там, условно говоря, целая, но это не павильона такая, локация, правильно сказать. Вот, плюс у них была удаленная история, где-то на Сейшелах или на Мальдивах, куда ссылали, так сказать, наиболее отличившихся в битье друг друга. А что надо было сделать, чтобы на Мальдивы послали? И еще какая-то хата типа в Москве, ну, так это все для разнообразия, как бы сюжетных линей. Ого, Господи. Вот, знатоки подтвердят, что я не вру. Так, друзья, мы продолжим, буквально через несколько минут оставайтесь под серебряным дождем. С приветом, Набутов. Итак, ребята, еще три минуты мы обсудим вместе с вами, я надеюсь, какие-то интересные ваши замечания и мнения. Закрытие, ну, или переформатирование до сих пор непонятно. Дома-2, во всяком случае, в привычном формате он выходить уже больше не будет. И я вдруг подумал с Гордеевым. Гордеев, я серьезно говорю о том, что это шоу в жизнь значительное, во количество наших соотечественников принесло массу полезного и хорошего, во всяком случае, полезных навыков. Во-первых, это абсолютное утверждение традиционных ценностей наших. Вот то, что называется наших скреп, это чрезмерная псевдомускулинность общества. То есть глупые бабы и, значит, мужики, которые их колотят. Это вот такое хамство регулярное в общении друг с другом, как норма поведения. Значит, поведение иногда на грани насилия мужчин и женщин. Там бы этого было очень много. Ну да, я не так следил, как ты, внимательно. Нет, я просто помню, что это выходило на довольно серьезный уровень впреждения пару раз. Да, значит, это полностью заточенная, целеустремленная готовность делать все, что угодно ради денег. Абсолютная беспринципность во всем. Очень низкий интеллектуальный уровень. Низкое качество разговора языка, который там просто как люди общаются. Значит, какие-то вещи, которые являются совершенно полезными, на мой взгляд, навыками для выживания в современном российском обществе. То есть ты все-таки хочешь меня заставить серьезно говорить на эту тему. Нет, но это именно так. Пока тебе пишут, Виктор, зачем так обижать с утра? В смысле смотреть, ты предположение, что наши слушатели смотрят дом 2. Наташа пишет тебе, как вы плохо о нас слушатели к дождя думаете, Виктор Кириллович? Ни в коем разе, что вы? Сергей такое сообщение прислал. Даша, а что вы удивляетесь? Вот мой коллега пенсионного возраста, убеленный сединами, с дипломом и опытом кандидата наук еще с Савка. С удовольствием смотрел дом 2 и регулярно апеллировал к тамошним событиям. По-моему, он просто не знал. Мы тоже, пишет Сергей, молча удивлялись. Он просто не знал, что они порнхаба. Покажите ему несколько правильных ссылок. Я пишу, нам за это время вообще уже можно было неплохой коттеджный поселок возвести. Поверьте мне, люди, которые, так сказать, отвечали за производство этой всей истории, они возвели себе не один коттедж. С точки финансов очень успешная коттеджа. Нашли, что обсуждать, пакость какая. Тем более, что у этих, по слухам, не закрытие, а переезд на другой канал. Ну, в другой формат, скажем так. Я что вам хотел сказать? Хорошо. Ладно. Ладно. Вы хотите писать? Слава, есть другие. Ура, ребята, выдыхаем. В Туве, вот, вот, я не знаю, какая вам больше понравится. Так, а ну-ка. Сейчас вы поймете, что вам не угодить, ребята. Давайте. Потому что мы тут уже остатки волос Гарнеева потеряли в разных местах. Я-то посидела. Как-то вот в этом сложном меняющем мире как-то вам угодить. Вы что, я седаю, Витька в шапке. Да. Все очевидно. В Туве прошла презентация книги «Сын Хуркужегет Сергек с темно-рыжим скакуном». Действительно несложно догадаться, да, Леонид Александровна? По словам присутствующих на презентации, которая проходила с помпой в столице, областной. В главном герое легко угадывается министр обороны Сергей Шойгу. Автор книги Зоя Кыргыз. Уверена, что ее произведения будут изучать во всех школах на протяжении долгих лет в Туве. На их общей с Шойгу родине. По словам писательница богатыр Сергек. Конечно, шалунишка, но еще и яркая благородная сущность, которая передает огромный положительный заряд современной молодежи. Господи, как язык Пушкина и Достоевского оказался во рту этих людей? Это в вопросе о том, что «Дом-2» это еще не самое, поверьте, поверьте мне. По словам автора книги, главный герой, еще раз, это яркая благородная сущность и собирательный образ богатыря из эпоса Тувинцев. В качестве прообразов всегда легендарная личность, которая стала символом не только Тувы, но и Великой России. Герой России Сергей Шойгу. Сергек. Это его родители так назвали, когда он был маленький. Он с детства отличался непосредливым характером. По словам матери, он мог прыгнуть с 10-метровой скалы в воду Енисея. Пацаны, как звучит. Вот этот холодный. Я был на берегах Енисея. Я все мерла. Правда, не в Туве, а там, где Сен-Шушская Гэс, но, тем не менее, это темная, такая довольно неширокая река. Внутри скал течет. Здесь звучит тревожная музыка. Я представляю себе, это такая мощь северной природы. Действительно, фантастические совершенно, извилистые. Ну ладно, природа правда же красивая. И туда прыгает Сергек. Весь. Сергек-ныряльщик. В чем дело, делает. Несколько оборотов он еще делает. Понимаешь? Так, так. И так он с детства отличался непосредливым характером. По словам, что матерь мог прыгнуть с 10-метровой скалы в воду Енисея. И однажды ей пришлось прыгнуть за сыном. Так она испугалась. Значит, девушка, ну автор, я имею в виду Зоя Кыргыз, уже получила заказ на книгу из трех районов. Зоя Кыргыз готова дарить свою сказку всем школам, так как уверена, что образ Шойгу передает огромный положительный заряд современной молодежи. Лучше про Дом-2, я поняла. Хорошо. Да, давай, про Дом-2. Так, хорошо. Что пишет? Плюс 7903-7976-333, смс, ватсап, вайбер, 731, наш телефон студии. Я не верю, что вы не хотите обсудить. Десяти метров прыжок на лед, интересуется. Это неплохо было, ребята. Это было хорошо. Быть хорошо себя вести, дадим воду. Очень слезно умоляю тебя некоторые наши слушатели повторить вот это вот красивое название. Итак, еще раз одну шкуночку. Сын Хур Кужугет, Сергек с темно-рыжим скакуном. Ладно, я вам сейчас еще одну штучку. Ты знаешь, наш слушатель Александр из Перми выражает желание стать сценаристом «Похорон Дома-2». Вот видишь? Прикинь, сколько бабок на этом заработать можно будет. Ты понимаешь? Все хотят присоседиться к успеху. Вот. И об этом же шоу. Про бабки, про секс, про скандалы, подлость. Ну как, в общем, все три правила, которые сформулированы еще, на самом деле, в Древнем Риме были. Человека интересуют только три вещи. Чужая смерть, чужие бабки и чужая постель. Все. И вся современная вот эта гигантская медиадействительность, в каком бы виде она ни была. Телевизор, радио, газета, интернет, тик-ток, шмик-ток. Там все равно все обслуживают только эти три главных тезиса. Точка. Все остальное вызывает не так много интересов. Енисей батюшка не замерзает. Не замерзает. Енисей батюшка не замерзает. Сняли с языка, хотел уточнить. Хорошо, ладно, давайте я вам смешную такую штучку. Я тут зацепился за новость, в которой, на мой взгляд, прекрасно абсолютно все. Пока вы думаете о Доме-2. Я роли в вашей жизни. Итак, смотри. Подожди, Сергей из Саратова. Уже не родился ли российский Чак Норрис, про которого теперь будут слагать легенды? Да, ребят, все похоже на него. Кстати, я предлагаю, можно в проброс сделать какие-то вот такой... Как это называется? Это не мемаса, да? Мемаса. Или это мемаса про Чак Норриса, да? Что он дважды досчитал до бесконечности и так далее. Что слезы Чак Норриса... Чак Норрис настолько суровый, что можно дважды досчитать до бесконечности. Да, что его слезы излечивают любые болезни, но Чак Норрис никогда не плачет. Не плачет, да. Пофантазируйте, ребят. Да, да, чтобы мы могли про Кужу Геточа, про Кужу Геточа. Но если это персонаж эпический, любимый в народе, значит, послушайте, новость, в которой, на мой взгляд, прекрасно все. Очень коротенько. В российском городе Кургане здание бывшего морга переделали в гостиницу. Власти выдали соответствующее разрешение на реконструкцию объекта. Речь идет о патологоанатомическом отделении 2-й городской больницы, где в настоящее время находятся пациенты с коронавирусом. Решение выдано о технологии чистоты Курган, которая занимается торговлей химикатами. Понимаешь? Что? Что? Нет, в принципе, логи, логи. Еще раз. Но в ней прекрасно все. Морг. Итак, в российском городе Курган здание бывшего морга переделают в больницу. Речь идет о патологоанатомическом отделении 2-й городской больницы, где в настоящее время находятся пациенты с коронавирусом. Решение выдано о технологии чистоты Курган, которая занимается торговлей химикатами. То ли это бывший морг, теперь это гостиница. Но в настоящее время там нужна пациентка с коронавирусом. Просто очень смешно это было. Да. Да, и, кстати, в продолжение смешная история. Молодые сотрудники Федерального научного центра исследования и разработки иммунно-биологических препаратов имени Чумакова в шутку предложили назвать разработанную им вакцину. Они тоже занимаются. Знаешь, как? Знаю, мы об этом говорили в прошлом. А, серьезно? Чувак. Чувак. Мне это очень понравилось. Нет, тебе же директор центра объяснил эту инициативу. Он сказал, просто у нас много специалистов молодых, которые очень много работают. Видимо, устают и отсюда пытаются себя развлечь вот такими предложениями. Но я на самом деле их зауважаю, если они все-таки продают название Чувак. Потому что, по словам действительно Айрата Ишмухаметова, который возглавляет центр, идет внутренняя серьезная дискуссия. Он отметит, что такой вариант имеет право быть, но возникает вопрос этики. Никакого вопроса в вакцине Чувак. То есть Эпи-Вак можно, а Чувак нельзя. Да можно ведь. Ну уже же очевидно, что можно все. А как будет по-английски? Дьют? Хей-дьют? Да. Пишет, когда Кужегеточ погружается в реку, он не становится мокрой. Река становится Кужегеточной. Кужегеточной. Вот вопрос сегодня такой. Очень хорошо, спасибо. А мы сделаем, может быть, какой-нибудь постик у нас смешной. Можно ли я у себя сделаю обязательно? Ради бога. Под натырю ваших смешных вариантов. Чумак, чувачок. Да-да-да. Пишет, а так началась операция преемника. Это к новости про Енисей. Господи, бог ты мой. Так, читать все это, конечно. Так, Гордеич, что еще? К чему перейдем с тобой? А, ну, на самом деле, историю, которую мы не могли не обсудить, уже такую более серьезную. Пока вы еще нам прошу, что там чуть накидываете. Давайте поговорим о серьезном, потому что абсолютно совершенно трындец случился в Государственной Думе буквально накануне. Или на выходных это было. Короче говоря, кстати, про Госдуму, извините. У нас завтра Оксана Пушкина в гостях. Не пропускайте ни в коем случае. Обязательно. На полчаса в 8.30 утра, насколько я помню, она собирается к нам заехать. На полчаса мы поговорим в целом о каких-то законодательных итогах года. И, собственно, что происходит с законом проектом о профилактике домашнего насилия? Почему он так завяз? Абсолютно правильный и нужный закон, который ее коллеги бесконечно тормозят. И вообще, Оксана Пушкина, откровенно говоря, один из самых приличных депутатов нынешнего созыва Государственной Думы. Я вообще, ну, по максимуму, насколько это возможно. Значит, что я хотел сказать. Так вот, Госдума одобрила, оказывается, в первом чтении, или это в пятницу было, не могу понять. Значит, законопроект, разрешающий правительству Российской Федерации использовать иностранные изобретения без согласия патентообладателей. На секундочку. Вы представляете себе? Ну, это обсуждалось... Даже не свои, а иностранные. Это обсуждалось еще в прошлом году. То есть, они все-таки решили довести эту тему до конца. Значит, ну, первое чтение прошло. Инициатива единогласно поддержана. 373 голоса за. Как сказано в пояснительной записке, к законопроекту новшество нужно для реализации российского национального плана развития конкуренции при этом. Что-нибудь мне можете объяснить? Как они себе это вообще представляют технически? Депутат от КПРФ Николай Коломейцев при этом обратил внимание на размытую формулировку в интересах национальной безопасности, что может быть использовано как инструмент для незаконного изъятия интеллектуальной собственности, тем более принадлежащей иностранным гражданам и компаниям. Ну, естественно, все это для бесконечной национальной безопасности. Бесконечная, безостановочная просто. Какое впечатление, что нависают ракеты просто в каждое окно у нас смотрят. Я, я, нет, я не представляю, что я не понимаю реализацию. А самое главное, я не понимаю, то есть я понимаю при этом, к чему принятие подобного закона приведет. Ну, я, короче говоря, берем и пользуемся. Тырем на государственном уровне, это называется так. Ну, то есть это, конечно, запределное мы очень, честно говоря, понимание, может быть, я не знаю каких-то нюансов здесь, какие нам разъяснят. Мы постараемся получить комментарий, позвонить сегодня какому-нибудь депутату, своему знакомому, чтобы он мне объяснил вообще, за что же они все-таки в количестве 373 проголосовали, или у Оксана Пушкина завтра спросим. Значит, но, а там обсуждались и другие вещи, которые куда более любопытные, мягко скажем. Значит, также были в ходе обсуждения были озвучены предложения, и по всей видимости они будут, они будут вынесены в, так сказать, попытка их обличить в юридические формулировки. Запретить выезд за рубеж российским ученым в цели государственного контроля за ними. Ну, совсем уже, что-то ку-ку. А что? А что? Если мы видим то, что происходит, что тут не укладывается в логику происходящего в последние годы, последние 6 лет в государстве, уж точно. Депутат Спрафрос, некий Игорь Маляков, посмотрите на его, так сказать, личико в интернете, кстати, это очень показательно. Значит, подчеркнул, что речь идет об обороне. У нас только 25% научного потенциала используется, и наши ученые имеют возможность свободно выезжать, въезжать и так далее. Друзья, мы продолжим эту тему через несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok